Вскрывать машины и проникать в квартиры. В начале декабря Госдума одобрила закон о расширении полномочий полицейских. А в середине месяца и Совет Федерации одобрил документ, который вызывает массу вопросов и недоумений у граждан. Законотворцы решили, что самое время наделить полицию дополнительными правами. В то же время ряд экспертов полагают, что все это в конечном итоге может привести к вседозволенности и безнаказанности со стороны правоохранителей. Обсудим эту тему с юристом, адвокатом по уголовным делам Игорем Богданковым. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Первый вопрос о том, обсуждают ли новый закон вообще юристы, правоведы. За юристов, правоведов не скажу. Адвокаты, безусловно, обсуждают, потому что усиление полномочий полиции, это в том числе наша работа. Бороться вдруг будут какие-то злоупотребления. Наша задача это честно, разумно, добросовестно, своевременно и квалифицированно защищать права граждан, чтобы вот от этих действий сотрудников полиции возможных люди не пострадали. А если и пострадали, то их права и законные интересы были бы восстановлены. Скажите, какие конкретно права теперь есть у полицейских, которых не было прежде? Ну, теперь они могут вскрывать автомобили в случае, если там видят, что совершается преступление или административное правонарушение. Они могут не представляться, то есть сначала могут задерживать человека, грубо говоря, укладывать его лицом в пол, одевать наручники, а потом говорить, я майор Иванов, вы задержаны за курение в общественном месте, что является административным правонарушением. Это я, конечно, утрирую, но возможно и такое. А еще? А еще они теперь имеют право проникать в квартиры. Раньше пункты были в других нормативно-правых актах входить, но теперь новая формулировка проникать. В случае, если есть основания полагать, что вот в данном жилом помещении находится подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу, которого необходимо задержать. Это все изменения или есть еще ряд? Ну, еще где-то убрали слово «обязан» в некоторых частях и пунктах данного закона. Если он должен был раньше, например, в статье 5 указанного закона, должен, обязан принять меры по недопущению физических и нравственных страданий человека и гражданина, то теперь он, сотрудник, просто принимает меры. Не знаю пока еще, как это будет работать, но вот когда сотрудник полиции, получается, часть обязанности у него ушла, он просто это делает, а не обязан делать. Ну, вызывает некоторые вопросы, вот такие формулировки. Ну, вот как раз какие из пунктов нового закона, какие из новшеств у вас вызывают больше всего вопросов? Ну, наверное, основной момент – это то, что сотрудники теперь не обязаны представляться в случае, если им угрожает опасность или другим лицам. А вот это всегда сложная формулировка. Что такое угрожает опасность? То есть, ну, с одной стороны, да, если у гражданина в руках нож или пистолет, безусловно, угрожает. А не будет ли тут таких злоупотреблений, как, например, угрожающая поза, либо недобрый взгляд гражданина? То есть, все же можно трактовать по-разному. И, кроме того, еще есть один нюанс про проникновение в автомобиле. Приведу пример. Например, гражданин приехал с командировки, устал, ехал за рулем, зашел в какую-то закусочную перекусить. Оттуда нетвердой походкой он вышел, сел в автомобиль, и это увидел сотрудник полиции. Он, возможно, посчитал, что гражданин не трезв. То есть, получается, он имеет право вскрывать автомобиль, если гражданин отказывается. А он устал, это его право, он ничего не нарушил, он просто устал. И, может быть, он намерен спать в этом автомобиле. И тут же появляется право у сотрудника полиции вскрыть этот автомобиль. И здесь еще нюанс. А как он будет вскрываться? То ли это приедет специалист с набором специальных инструментов, и без вреда для автомобиля откроет замок и дверь. Или это будет разбито дубинкой полицейского, либо пистолетом. То есть, как это тоже будет происходить. Понятно, что после принятия этих поправок МВД выпустит ряд приказов, инструкций. И, наверное, эти вопросы будут урегулированы. Каких-то уточняющих, да, получается? Да, безусловно. Подзаконные акты должны уточнять. То есть, закон приводит общие формулировки. А в полиции будут свои собственные инструкции. Они же тоже все-таки следят за тем, чтобы не нарушались права граждан. У них есть отдел собственной безопасности, который следит за своими сотрудниками и проводит служебные проверки. И в случае обнаружения проступка сотрудник полиции, нарушивший, может быть уволен из органов внутренних дел. Какие-то полномочия были и до этого, да, например, проникновение в жилище. А если необходимо это сделать, нет возможности получить решение суда на обыск жилища, и сотрудники полиции правомерно полагают, что там находятся какие-то запрещенные вещества или преступники, они, в принципе, им ничего не мешало также зайти в это жилище, потом просто в течение 24 часов уведомить об этом прокурора и суд. И суд признавал этот вход в жилище законным. Но сотрудники полиции, они тоже входят по-разному. То есть когда-то вскрывается дверь и залетает спецназ, укладывают всех на пол, а потом сообщают о том, что это полиция. Или просто спокойно заходят, показывают удостоверение, говорят, полиция, вот у нас есть основания полагать, что здесь там хранятся наркотики или огнестрельное оружие, или вещества, запрещенные в гражданском обороте. Вот. Вот еще один нюанс – это оцепление. Теперь сотрудники могут оцеплять место происшествия, места массовых беспорядков. И, в принципе, это нормально. Но у них появился дополнительный нюанс. Они там могут проводить личный досмотр граждан на этой территории. И, например, ограничивать права граждан в передвижении. Они могут, если граждан отказывается от личного досмотра, они могут не выпускать его за пределы оцепленной зоны. Здесь, получается, тоже еще нюанс. А что они должны оцеплять, что понимать под местом массовых беспорядков? В настоящее время у нас любой митинг может быть признан местом массовых беспорядков. И что они будут оцеплять – двор, площадь, улицу или район города? Или город? В принципе, в этих поправках не указано. Но я думаю, что вот эти подзаконные акты, они это будут регулировать. Рассматриваете ли вы такой вариант, что в связи с расширением полномочий полицейских наша страна окончательно станет вот таким полицейским палочным государством? Ну, не знаю. В настоящее время, конечно, у нас все мы видим, что полицейская функция государства усиливается. Вот пример. Дают дополнительные полномочия. Но, исходя из пояснительной записки к этому законопроекту, то есть это все направлено на соблюдение прав граждан. И все-таки еще отдельно отмечу, что полицейские – они тоже граждане. Они тоже должны чувствовать себя безопасно. И вот эта статья 5.1 новых поправок, она говорит, что если что-то угрожает сотруднику полиции, прежде всего он должен убрать эту опасность для себя, а потом уже, например, представляться. Но все-таки полицейская функция нашего государства, я полагаю, что усиливается. Вы с этим согласны? Как вы к этому относитесь? Я тоже хочу жить в безопасном обществе. Мне хотелось бы, чтобы, с одной стороны, все преступники были пойманы, и я мог чувствовать себя безопасно. Но, с другой стороны, что хотелось бы, чтобы это все было с соблюдением прав граждан. У них есть свои права, есть и обязанности, о которых мы говорим в новых поправках. Но хотелось бы, чтобы это все соблюдалось. То есть расширяя права одних, не ущемлять права других? Ну да, да. У нас каждому праву корреспондирует обязанность. Если, с одной стороны, я полагаю, сотрудник полиции имеет право подойти и попросить предъявить удостоверение личности гражданина, то у него есть обязанность показать свое удостоверение, чтобы действительно знал гражданин, что это сотрудник полиции. Он же может быть и в штатском, да и форму каждый может купить. Поэтому удостоверение, конечно, это сложнее. А форма, она везде продается. И человек... Недавно, кстати, вот в Барнауле же задержали сотрудника ДПС, ряженого, скажем так. Да, да, да. Который останавливал автомобиль. А люди думали, что это сотрудник полиции. На вашей практике есть случаи, когда полицейские злоупотребляли своими правами? Да, да, безусловно. Вот недавний момент в одном из отдаленных райцентров нашего края гражданин сообщил сотрудникам полиции, что хочет добровольно выдать мелкокалиберную винтовку. Они с ним проехали к нему в гараж, он показал винтовку, сотрудники ее осмотрели, что она не заряжена. И сказали, сейчас мы оформим добровольную выдачу. Приехал эксперт, еще сотрудники полиции, они оформили это осмотром места происшествия. И по результатам этого осмотра было возбуждено уголовное дело по 222 статье за незаконное хранение оружия. И на лицо злоупотребления гражданин действительно хотел добровольно выдать эту винтовку. И вот благодаря своевременному обращению за юридической помощью, в настоящий момент данное уголовное дело приостановлено, и данный гражданин имеет статус свидетеля. То есть ему не меняли статус на подозреваемого, либо обвиняемого. А полицейскому что-то будет за превышение его полномочий в данном случае? Ну, конечно, жалобы были отправлены во все инстанции по настоянию моего доверителя. И в настоящее время и Следственный комитет, и отдел собственной безопасности, и отдел организации дознания ГУВД проводят собственные проверки по данным фактам. Будет ли он привлечен, этот сотрудник ответственности, покажут результаты данных проверок. Как вам кажется, вот такие законы, они не обостряют ли отношения между правоохранительной системой и обществом? Ну, эти отношения, они всегда, я полагаю, наколены. И история нашей страны говорит о том, что есть многочисленные нарушения, в том числе и сотрудников полиции, да, много резонансных преступлений, совершенных именно сотрудниками полиции, в том числе и коррупционные. Да, общество это все отслеживает, видит и смотрит. И есть же такое выражение, оборотни в погонах, да, с одной стороны. С другой стороны, вот я воспитывался там в другой стране, в которой родился, это Советский Союз. Вот, и тогда многие дети хотели стать и полицейскими, и пожарными, там, естественно, космонавтами. Престиж профессия была. Да, был. В настоящее время я вижу, что сотрудники полиции, они получают, я полагаю, что достойную заработную плату. Плюс они уходят на пенсию не в 65 лет, как мужчины в России, а при 20-летней выслуге. Это все-таки определенные льготы. Но я вижу, что в настоящее время в полиции острый дефицит кадров. Я думаю, это говорит о многом, что вот нет уже престижа этой профессии. А профессия эта необходима. Повторюсь, что мы все хотим жить в чистом, в правовом обществе. Ну и давайте последний вопрос. Вот что бы вы посоветовали обычным рядовым гражданам в связи с такими законами? То есть многие сейчас все равно опасаются вот этих изменений. Что бы вы им посоветовали так, чтобы и жить, чтобы не нарушались твои права, не приступать законно? И не дай бог, если столкнулись с подобной ситуацией, то как отстоять свое право, чтобы понес там сотрудник полиции ответственность, если он имел такое дело? Ну прежде всего соблюдать закон и не нарушать его. А в случае, если что-то произошло, знать, что каждый гражданин имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В том числе и бесплатной. И чем раньше он обратится за этой помощью, тем большая вероятность того, что его права и законные интересы будут соблюдены.